Перед началом спектакля бурный аплодисменты художественному руководителю Геликона Дмитрию Бертману, всему коллективу театра и самому залу, который так долго ждал зрителя. Карантин стал тяжелейшим испытанием. Век оперного артиста короткий. Певцы тяжело перенесли время, когда не было репетиций спектаклей. Бертман сравнил театр эпохи карантина с затонувшим Титаником. Зрительный зал закрыт полиэтиленом, непривычно тихо и малолюдно. О новых постановках Бертман рассказал артистам в Зуме. Работать начали онлайн, и вот теперь долгожданное начало сезона. Дон Жуан имеет русскую душу. Если взять, например, Моцарта Дон Жуан, ариа шампанским, здесь у него есть куски страдания русского. Это русский Дон Жуан, несмотря на то, что он находится у себя в Испании. И заканчивается трагически. Дон Жуан погибает. Он погибает из нашего мира. Последний по времени шедевр Александра Дорогомышского «Каменный гость» остался недописанным. Его заканчивали друзья композитора. Опера необычно, сложна, написана для артистов-певцов, построена на речитативе. Временами это почти авангард 20 века. У нее, по сути, нет либретто. Это шедевр Пушкина, из которого не выброшено ни слова. Мы делали спектакль про какое-то естество. Вот если для меня, что такое любовь, это когда не надо ничего играть. Когда просто нужно быть самим собой. Вот такой какой-то есть. И мы вот этого естества хотели достичь в этом спектакле, чтобы отношения были очень естественные, что ни Дон Жуан ничего не играет. Как только он перестает перед Донной Анной что-то играть, то мы понимаем, что это что-то настоящее. Для этого сезона подготовили четыре оперы, так, чтобы занять всех артистов. В каменном гости в роли Донной Анны блистает прима театра сопрано Натальи Загоринской. Алла Шумейко стала известной как дизайнер и блестящий декоратор различных шато. Она впервые попробовала свои силы как сценограф и костюмер, используя материалы различных фактур, в том числе бумагу. В этом театре такая великолепная атмосфера доброжелательности и чувства локтя, что это невероятно мне помогло в работе над этим спектаклем, о том, что получилось судить публики. Александр Кибовский поздравил «Геликон-Оперу» и рассказал о недавно построенном в Москве новом хранилище для декораций, сразу нескольких театрах. Сегодня мы не обсуждаем вопросы, которые нас мучили в марте, как, что, как пережить, как че платить зарплату, как возвращать деньги и так далее. Сегодня мы обсуждаем новую премьеру, обсуждаем, кто будет как петь, какие замечательные солисты, какая партитура. Помимо традиционных постановок, «Геликон-Опера» продолжает работать и над записями двух спектаклей. Каждый из них снимают 20 кинокамер. Спектакль «Золушка» покажут под Новый год. Зинаида Гурбатова, Юрий Гончар, Андрей Сорокин, Вести.